Первое великое пробуждение было в 1726 году, о нем как-то мало написано, а вот 1734, это уже очень важно. Это Ионафан Эдвардс. Ионафан или Джонатан Эдвардс. Знаете, у него был дедушка, который имел твёрдую веру, что если есть посев, то когда-то должна быть жатва. Хорошая вера. Если мы сеем, то когда-то пожнём, если не ослабеем, написано. Поэтому вот это убеждение имел Ионафан Эдвардс, и в его время, не в дедушкино время, а в его время пришло это пробуждение. Значит, это сам Ионафан Эдвардс. Он жил в Нордхэмптоне, это центр, и он никуда не ездил. Уайтфилд, распространитель этого пробуждения, он ездил по всему побережью, объединяя колонии, проповедуя, разжигая огонь этого пробуждения и по всем колониям. А тот, это Ионафан Эдвардс, не сходя с места, с этого Нордхэмптона, у него была проповедь одна, на одну тему. «Грешник в руках гневного бога». Вот какая тема была у него. «Грешник в руках гневного бога». Люди трепетали там, каялись. «В страхом спасении». Да, в страхом спасении. Вы понимаете, в чём дело? Что всё на своём месте. Когда ты невежественного человека пугаешь страхом, то это ты наносишь вред его душе. А когда самоуспокоенного, удовлетворённого, не думающего совершенно о Боге. Это всё люди были невежественными. Первых американцев назвать нельзя. Вы понимаете, как? Нет, его конгрегационалисты. Его... Ну, это те, потомок тех, кто первые заселили эти пилигримы. Все, кто приезжал в Америку, это были очень образованные люди. Вот я вам говорила про Майфлауэр, этот корабль первый привёз в стол колонистов, в которой многие погибли. Но следом за ними прибыл корабль, который привёз 65 богословов, учёных богословов. Посмотрите, они ещё не построили себе, исследуют дома, но они уже основали Кембридж, Гарвард и Ельфский университет. Это и сейчас являются старейшие и такие самые, ну... где богопочитание высоко стоит. Поэтому вот у них образование на первом месте стояло, церковь на первом месте стояла, и даже свои дома они как-то занимали потом второе место. Ну и это пробуждение в 34-м году Джордж Уайтфилд, который ездил вот по побережью, тоже вдохновляя. Вы знаете ли, это была огромная масса покаяний и необыкновенное такое побуждение было. И дальше очень печально будет, что начнётся война. Вот про эту войну я буду говорить, во время которой, после которой 10% населения только исповедовали христианство. И такое было. Вот упадок. Ну, это потом будет опять подъём. Революция привела к быстрому падению пробуждения. И моральные падения были. Вы подумайте, из Англии к ним просачивался деизм. Из Франции атеизм. Скептическая и атеистическая литература. Поэтому вот нужно было новое пробуждение уже после революции. И оно тоже придёт. Ну, теперь, значит, что тут ещё интересное по заселению. Американская деноминационализм. Это я уже объяснила. Не было деления на церкви, на секты. Американская действительность располагала к разделению, а не к единству. Рой. Раиса. Знаете, Рой здесь, потом от него отделяется другой. Отделяется третий. Сложилось из европейских в церкве и сект сложились до номинации. Особенно много там стало баптистов. И сейчас очень много баптистов. Америка очень подходит для баптистов, которые люди независимые. Они возникли как независимые такое направление религиозное. Почему? Отделение от церкви, отделение от государства, независимость. Ну, и поэтому Америка очень подходила. Ее условия подходили для баптистов, с их независимостью. Американский пуританизм, пуритане английские, там приобрели новые черты. Значит, пуритане раньше в Англии, ну, вспомните, что вы знаете про пуритан в Англии? Очистить церковь от католичества. И потом, значит, от безнравственных людей. Здесь пуританизм приобрел более широкое понятие, более широкое значение. Значит, ну, Библия единственный источник спасительного знания, но это как прежде они думали. А дальше человек это Божий инструмент и объект его страдающей любви. Человек это инструмент Божий и объект. То есть Бог пострадал, любя человека. И он этого человека использует в своих целях. сейчас я хочу вам сказать, это сказалось убеждение британское в их переводе Библии. У меня дома есть несколько разных переводов. И вот это место, когда я прочитала, избранных по его изволению. Слово изволение. Знаете такое слово, да? Так знаете, как оно переводится? Изволение это избранных для его цели. Чувствуете оттенок? Вот этот оттенок. Человек это инструмент для его цели. Человек избран для его целей. Это очень интересно. Оттенок дает и избранию, и все. То есть труд определенный назначен, цели определенные с нами связанные. Бог рассчитывает на нас. Он дает нам свободную волю и выбора, но он открывает нам пути, по которым нам идти, а мы все вопрошаем Божью волю, да? И получаем, это очень интересно. Общество третьих убеждений, это место, где достигаются Божьи цели. Общество это место, где достигаются Божьи цели. Американский паритонизм отличается от английского. Англичане заботились только о том, чтобы избавиться от католических остатков и повысить нравственность. И здесь у этих паритон большое отличие от средневекового мышления. Это очень важный момент. Отличие от средневекового мышления. Средневековое мышление имело две особенности. Средневека это авторитет прежде всего церкви. Авторитет церкви. Это единственный канал спасения. Там таинства совершаются. Это вы все знаете. Традиции и авторитет церкви. И вторая особенность вытекает из первого. Что Богом данное место человека в общественном порядке. Неизменное. То есть если ты крестьянин ты никак не можешь вертикально развиваться. Стать феодалом а потом придворным а потом князем. Абсолютно. У тебя вот такое развитие. Крестьянин 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 крестьянин. Понимаете как? Раз навсегда установленное место. И вот американская действительность она совершенно разбила этот средневековый стереотип. Весь мотор жизни в Америке чистил сапоги но может быть президентом. Вы знаете такая идея. Возможность. Имея способности и желания и трудясь ты можешь вертикально пройти путь. У них были долгие собрания и длинные проповеди и пение псалмов без мелодии инструментов не было. Чтение Библии. Надо помнить что у них не было ни газет ни радио ни телевидения ни театра. У них была только церковь. Ну так можете представить себе ни радио ни телевидение ни газет ни театра только церковь была. проповеди никто не спешил длинные никто не спешил смотреть сериал какой-нибудь. Вот и поэтому длинные собрания длинные проповеди долгое пение псалмов. ТВ-семинари благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv-семинари точка ком. Чтобы вам еще про это пробуждение которое будет дата я округлила даты 1740 1744 3 года вышло пробуждение Иоанна Эдвардса. Проявлялось это пробуждение имейте ввиду проявлялось оно яростно люди кричали рыдали тряслись галлюцинировали даже были самоубийства и болезни церковь и поддерживала это пробуждение но и частью были в оппозиции я хочу сказать что такие же точно признаки пробуждения были и в более позднее время 19 веке мир в огне есть такая книга описывает пробуждение в Уэлси вы знаете вас это удивляет или не удивляет яростные проявления пробуждения как ты думаешь когда касается Господь сердце что враг сатана чувствует понятно то есть там где начинается пробуждение это святость и радость и благодать и это до самоубийства галлюцинации и яростные проявления вы понимаете потому что и вообще человек который все это касается у него ведь может выходить его зло таким образом что я просто вспомнил как у нас в России 90-х годах ну стадион собирали проповедники а рядом на стадионе собирал это Ташпировский тот же сам только он совсем другой проповедник вот так наглядно было это разделение вы знаете у нас христианский лагерь и ребятишки слушают Сова Божья это мой мой внук там был он рассказывал и какой-то мальчик он не воспринимал он противился он залез на дерево рядом он швырялся там срывал там какие-то что там какие-то плоды были ветки швырял в них кричал визжал ногами махал понимаете как почему именно потому что те друзья вот его охвачены были благоговением то есть это что-то нормальное потому что человек существо сложное и среди людей разные люди бывают поэтому вот так надо понимать но сам Эдвардс описал этот опыт религиозные чувствования религиозные аффекты религиозные аффекты так он назвал аффекты если мы не славим бога всеми чувствами и телом то мы не славим его вовсе богословие должно достигать эмоций людей а не только их ума не может быть компромисса между служением себе и служением богу только истинно обращенные составляют церковь да мы согласны что только истинно обращенные составляют церковь но он видит какие слова если мы не славим всеми чувствами и телом то мы не славим его вовсе вот такое мнение у этого знаменитого проповедника возрождения инофана эдвардса запомнили соединили с ним вот такое вот высказывание вы сами понимаете что можно многие выводы сделать религиозные чувствования но а можем мы понять как-то из своего опыта понять это высказывание его что славите его всеми чувствами и всем телом а кто-то значит очень так хорошо себя чувствует как можно поднять но есть везде излишества вот такое вот такое вот это излишество это не годится вот ну а у вас бывало желание в радости воздеть руки и сказать слава тебе господи слава понимаете что попрыгать даже попрыгать да взыграете коптильцы упитые коптильцы прыгают и копытами прыгивают и так значит вы запомнили Энафан Эдвардс Нордхемтон 1740-1744 и вот это Religious Affections ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok